Всем привет! В одном из прошлых видео я уже говорил про стабилизацию с использованием фильтра D-Shake. Это очень простой фильтр, который уменьшает небольшую тряску в один проход. В FFMPEG есть ещё один способ стабилизации видео, требующий двух проходов. Это фильтры WITSTAP-DETECT и WITSTAP-TRANSFORM. Первый фильтр анализирует трансформацию изображения в видео. Используется так. FFMPEG INPUT WF WITSTAP-DETECT F-NULL-. В этом случае FFMPEG не будет возвращать результат преобразования, что и делают параметры F-NULL-. Но сам фильтр сохранит результаты анализа в файл TRF. Второй фильтр WITSTAP-TRANSFORM делает стабилизацию видео на основе результатов первого прохода. FFMPEG INPUT WF WITSTAP-TRANSFORM OUT MP4. Мы получили крайне посредственный результат. Его можно улучшить, настроив фильтры. Обратите внимание, в начале обработки оба фильтра выводят свои параметры. Рассмотрим самые важные. У WITSTAP-DETECT основные параметры это SHAKENESS и STEP SIZE. SHAKENESS принимает значения от 1 до 10, где 1 это минимальная тряска, а 10 максимальная. По умолчанию используется 5. STEP SIZE указывает сколько пикселей будет использоваться в радиусе поиска трансформаций. По умолчанию это 6. Ещё есть параметр RESULT, в котором можно задать имя файла трансформаций. ACCURACY, который влияет на точность и скорость обработки. 1 это быстрая неточная обработка. И 15 точная, используется по умолчанию. И есть параметр SHOW, который наложит дополнительную визуализацию прямо на видео. В таком случае придётся указать результирующий файл видео. У вид STEP TRANSFORM основные параметры это SMOOTHING и ZOOM. SMOOTHING указывает, как сильно будет сглажено движение камеры. По умолчанию принимает значение 10, означающее, что для сглаживания будут использованы 10 кадров до и 10 кадров после текущего кадра. ZOOM указывает, на сколько процентов будет увеличено или уменьшено изображение. Положительное значение позволит скрыть границы видео, из-за чего будет менее заметно, что применялась стабилизация. А отрицательное значение позволит стабилизировать видео без потери важных участков на границах. При этом можно указать, что делать с пустой областью. CROP BLACK и OPT ZOOM 0 заполнят эту область чёрным. Теперь, применяя всё это множество параметров, можно добиться хорошего результата стабилизации видео.